Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение, в студии Ольга Костина и прямо сейчас о новостях за прошедшую неделю. На улице Ухтомского произошло возгорание строительной постройки. На место оперативно прибыли спасатели пожарной части номер 110. Подробнее об этом в материале корреспондента Тенгиза Джелия. 29 октября на пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение о возгорании на строящемся объекте. В районе 12.30 по улице Ухтомской произошел пожар. Пожарные сработали оперативно. Возгорание удалось локализовать и потушить. Как выяснилось, загорелся мусор в строительной бытовке. К моменту приезда бригады огонь уже распространялся по стенам строения. Однако в кратчайший срок возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. В настоящее время отделом надзорной деятельности устанавливается собственник объекта и причина загорания. Скорее всего, неосторожное обращение с огнем, потому что есть сведения, что рядом жгли, строительный мусор. Загорание не принесло большого материального ущерба. Вообще создается впечатление, что объект заброшен. Территория бесхозная, не охраняется. Возможно, даже посторонние люди проникли на этот объект, и это явилось причиной пожара. Также на этой неделе произошло возгорание дачного домика в СНТ «Нива». Пострадавших нет. Будьте осторожны с огнем. В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом по телефону 01. В процессе работ по ремонту кровли в одном из домов на улице Крыжановского произошла протечка крыши. Результат – залив квартиры. Со своей проблемой в редакцию телеканала обратился житель города. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы разобраться в случившемся. Крыжановского, дом 7. По этому адресу существовала проблема кровли. Тут необходим был ремонт. Ранее по существующей проблеме в Ленком обращался Денис Чернышенко. В октябре месяце долгожданная замена крыши началась. Но будто сериал «История не заканчивается». Пятничный снег дал о себе знать в минувшую субботу. Ну, получается, ставить начало к утру. И вот с утречка у нас потекло все по стенам, по светильникам, по розеткам. Мы вызвали дежурку. Естественно, дежурка нашла их, этих ребят. И они все быстренько устранили. По обращению Дениса в управляющую компанию, к нему домой прибыли сотрудники ЖКО для составления акта о последствиях залива. Пройдя по всем комнатам, выясняется, что пострадала вся квартира. Ну, получается, да, там розетка, ну, где протек был. Здесь я не знаю, что за стену. И вот. Не, вы считаете, вот она. Вот она. Ну, вот, 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 и на той стороне. По данному факту был составлен акт и принято следующее решение. Доделают, когда крышу, а или еще какие-то выявятся проблемы. Доделают крышу, потом, естественно, они мне дадут копию этого акта. Вот, и когда соизволю я делать ремонт, вот, либо когда я захочу, естественно, к ним я подхожу, они деньги переводят в какой-то другой магазин, где я буду брать обои, потолок или там светильники, они будут в эти места переводить деньги, либо они за свой счет, естественно, то, что, какой у меня был материал, тот же самый материал, только они уже своими силами делают. Вот так, дождавшись ремонта кровли, пришлось немного пострадать и самому. Как именно будет проходить ремонт, пока неизвестно. Главное то, что возникшая проблема не осталась без внимания и уже решается. Анна Шевальна, Дмитрий Морозов, Михаил Шмырев, ТВЛ. Уважаемые жители, напоминаем, если у вас возникла какая-то проблема или есть интересная история, о которой вы бы хотели рассказать на нашем телевидении, присылайте письма на наш электронный адрес twelgosobaka.gmail.com или звоните по телефону редакции 502-15. Обход сотрудников Госадомтехнадзора и администрации в который раз выявил ряд нарушений по благоустройству города. В этот раз первой добычей в очередном рейде Госадомтехнадзора стали разрушенные опорные столбы фонарей и оборвавшиеся провода рядом с автовокзалом. ТСК поправляет сейчас опоры. Идите, идите сюда. Здравствуйте. Значит, опоры они поправляют, то есть делают их вот такие, чтобы светильники стояли. Кабель есть. У меня, да. Да, вот кабель, светильники есть. Здесь надо прокинуть просто между столбами, подвесить. Также неблагоустроена площадка для мусорного контейнера, недалеко от которой, к тому же, образовалась свалка. А жители города жалуются на пешеходный переход через ЖД-пути, который создает угрозу для старшего поколения и детей в темное время суток. Дети ноги ломают. Сейчас сходим, посмотрим. Пешеход, пешеход. Да, около перехода. Территория рядом с городским храмом, на который проводили работы подрядчики ТСК «Мосэнерго», по-прежнему неблагоустроена. Кроме того, появились и новые проблемы в виде разрушенных и заваленных мусором канализационных колодцев и тепловых камер. Помимо этого, повреждена и брусчатка на пешеходных дорожках. Не, ну, были недели назад. Он съемки есть, он целый был. Ходили, у вас здесь разрыто было. Он разбитый, смотри, посмотри, свежак здесь валяется. Здесь же кольцо верно. Чей-то колодец-то? Здание, в котором раньше располагался Мосгоргаз, теперь создает впечатление заброшенной постройки из мрачных фильмов ужасов. А жители дома номер 12 по улице Безымянной жалуются на бордюр, об который спотыкаются в темное время суток, и на него также невозможно заехать на коляске. По диагонали, чтобы выломать, здесь коляску нужно пройти. Ну, то есть вот это выломаешь, положишь. И рядом с этим же домом на месте разрушенных старых бараков образовалась грандиозная свалка, хотя на днях там проходил субботник. Александр Николаевич, вот сюда Кузина, вот он в субботу приезжал, он забрал то, что ему надо. Вот это все вывезти, вот это все. Вот эти, вот вместе с этим забором все здесь расчистить, и вот этот мусор тоже он забирает. Это все благодаря ему. Мусор был убран на субботнике, весь, чистота здесь была. Труба, подающая тепло в 12-й дом по улице Безымянная, не изолирована и не закопана. А ведь зима уже на носу. А это что за подготовка к зиме? Смотри, труба у них. Вот давай. Территория за магазином «Магнит» на площади Советской неблагоустроена. Нет нормальной контейнерной площадки и взгляд совсем не радует поваленное дерево, которое никто не убирает. Правильно Олег Евгеньевич говорит, здесь надо делать нормальную контейнерную площадку, но... А территорию вырезать. Вырезать, чтобы ни кустов, ничего не было. Еженедельный объезд прокомментировал заместитель главы городского округа «Электрогорск» Илья Лялин. Сегодняшний наш объезд мы, как обычно, посвятили благоустройству. Значит, вопросы, которые поставлены на оперативное совещание угловой в понедельник, это освещение вокзала. Сегодня прошли, посмотрели, определились в восстановлении. Это контроль земляных работ по городу, восстановление благоустройства. Ну, проехали, вопросы есть, работы ведутся, но качество представляет желать лучшего. Итог еженедельного объезда таков. На нашем традиционном объезде мы посмотрели состояние содержания и организацию мест производства земляных работ, восстановление благоустройства, уборку места общественного пользования. Как основные недостатки сегодня прошли у нас, это отсутствие изоляции наземных линий теплосети, унижаящее содержание земляных работ, мест производства земляных работ. Есть вопросы по восстановлению благоустройства. Также возникают у нас вопросы по содержанию мест общественного пользования. Всем заинтересованным организациям данные указания исполнение взято на контроль. В ближайшее время данные недостатки будут устранены. На этом плановый объезд был завершен. Члены общественной палаты провели рабочее совещание, на котором присутствовал и глава города. Подробнее в нашем сюжете. На очередном заседании общественной палаты был заслушан ряд докладов по насущим вопросам жизни города. О результатах эко-акции «Сдай макулатуру, сохрани дерево» рассказал Павел Грязнов. В общей сложности от нашего города было собрано более 7 тонн макулатуры. Возили двумя машинами, даже глубокой ночью уже забирали последнюю партию. Хотелось бы еще раз поблагодарить всех жителей за участие, потому что это очень важно. Очень важно, что много молодежи принимает участие, потому что мы должны воспитывать молодежь именно в духе сбережения ресурсов. О планах на строительство социально значимых объектов рассказал глава города Игорь Красаев. Работы будут вестись за счет дополнительных средств областного бюджета. В первую очередь, конечно, это наше здравоохранение в больнице. Есть специалисты, в которых мы нуждаемся. И вот мы просим и министерство, и сами занимаемся оказать содействие и помощь. Следующий вопрос, конечно, из такой уже практический, это, конечно, по наследству то, что нам досталось, вы знаете, помещение детской поликлиники, которая была построена с нарушением всех каких-либо возможных законных требований строительства, да, наша задача на будущий год отремонтировать, оборудовать, оснасти всем необходимым и запустить в работу, создать хорошие условия для наших ребятишек и для наших коллег-врачей. Помимо вышесказанного, будут выделены средства на ремонт и оборудование детской школы искусств. Мы вошли в программу на 2017 год, хочу заметить, и уже выделение средств по ремонту школы искусств и оснащению школы искусств. Программу по ликвидации второй смены наш город на следующий год, к сожалению, не включили, так как количество учащихся во вторую смену у нас 15%, а есть города, где количество таких учеников составляет 40%, а в некоторых поселениях школы работают даже в три смены. Строительство школы в нашем городе планируется на 2017-2018 годы. Следующий вопрос – это, конечно же, строительство ФОКа для спортивных секций. Надеемся, что нас включат в программу и мы построим ФОК, потому что мы завезли зампреда, первого замминистра физической культуры Московской области, показали, в каких условиях наши спортсмены занимаются в Соколе. Конечно, это не те условия 21 века, где заниматься должны спортсмены. В следующем году открывается новое здание для сотрудников полиции на 3500 квадратных метров, где будет ФВС, спортзал и тир. И мы, конечно, надеемся, что это скажется и на результатах их работы. Будут продолжаться и работы по благоустройству города. У нас в планах создание небольшого сквера и лодочной станции, которые я говорил, на берегу теплых озер и много других планов. Глава города поблагодарил общественные организации за объективную критику, а также выразил благодарность руководителям предприятий и предпринимателям за помощь, оказанную городу, ведь огромные работы в Электрогорске проделаны за внебюджетные средства. Однако впереди еще много задач, которые всем нам общими усилиями предстоит решить. В процессе заседания общественной палаты также шли дебаты о предположительных вредоносных выбросах предприятия Кроношпан. О спорах и опровергающих фактах прямо сейчас. На заседании общественной палаты, помимо других тем, основательно был разобран вопрос по работе предприятия Кроношпан. Слухи по производству смол на этом предприятии ничем не подтвердились. Такое производство не планируется. У нас в принципе нигде это не писалось, никогда мы не собирались делать здесь производство смол. В 2015 году предприятие Кроношпан трижды проверяло сотрудниками Роспотребнадзора. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии по требованию Роспотребнадзора проводила исследования выбросов в атмосферу вредных веществ с предприятием. Проводились лабораторные инструментальные исследования, но никаких превышений предельно допустимых концентраций в воздухе атмосферном, точно так же, как и в воздухе рабочей зоны в то время проводились у них пусконаладочные работы, не было выявлено. Хотя никаких нарушений не выявлено, Роспотребнадзор считает, что нужны более серьезные исследования других лабораторий. В их ситуации необходимы более, как сказать, серьезные институты, которые аккредитованы на более расширенное определение расширенной концентрации веществ в атмосферном воздухе и которые работают по среднесуточным лабораторным исследованиям. Да, по поводу максимально разовое среднесуточное. У нас производство не только здесь, но еще и в других местах, они намного больше и больше производственной линии, чем здесь в Электрогорске. И мы проводили там совершенно все измерения, которые можно и максимально разовое, и среднесуточное. Так что здесь мы можем провести это тоже без проблем в любой лаборатории. Мы проверяли там двумя лабораториями на других предприятиях, среднесуточные. Со слов главврача Электрогорской городской больницы, медики провели исследование и не выявили закономерности между заболеваниями граждан и деятельностью предприятия. Хочу вас успокоить. Мы не имеем данных о негативном влиянии на здоровье населения, на заболеваемость представленного производства. На заседании Совета депутатов была создана рабочая группа, которая побывала на предприятии. В ее состав входил и член общественной палаты Владимир Алешин. Нам не удалось обнаружить те, скажем, технологические процессы, которые бы, скажем, выделяли какие-то вредные вещества. Мы прошли всю цепочку, нам показали все. Также представители предприятия Краношпан ответили на все вопросы члены инициативной группы граждан. По поводу старого предприятия ДСП-100, в каком состоянии сейчас находится вот это? Владимир Алексеевич сказал, что цех СМОЛ разобран и на металлолом, а вот цех ДСП-100, в каком он сейчас состоянии? В данный момент происходят демонтажные работы, которые закончатся 4 марта 2016 года. Простите, пожалуйста, а тот пресс, на котором вот там, где формируется плита, там стоят вот эти радиоактивные элементы? Радиоактивный элемент стоял один, который был в 2013 году утилизирован. То есть у вас есть? Документы мы предоставляли. Мы все отдали в администрацию. Производилось бы на самом деле, чтобы вот, когда происходят какие-то мероприятия в рамках вот этой рабочей группы, чтобы нас просто информировали, потому что на самом деле недоговоренность рождает негатив. Как показалось заседание общественной палаты, любое недопонимание можно решить конструктивным и открытым диалогом. На самом деле обычный диалог нормальных людей ставит все на свои места. просто нужно все, что есть, показать разумно. Никто не говорит технологический секрет, рассказывая, да. А все, что доступно и нормальные люди понимают, я еще раз говорю, вот этот негатив можно превратить в позитив. Все мы люди разумные и понимаем, что любая техника, автомобиль, а тем более крупное производство наносит ущерб окружающей среде. И здесь главное, чтобы это не представляло угрозу жизни здоровью наших граждан и экологии. И как убедились члены общественной палаты, предприятия Кроношпан используют современное производство, соответствующее всем природоохранным и санитарно-гигиеническим нормам. Электрогорская городская больница проводит диспансеризацию населения. О том, кто и как может ее пройти, в нашем сюжете. Ежегодно в Электрогорской городской больнице совершенно бесплатно проходит диспансеризация для жителей города. В первую очередь она способствует выявлению заболеваний, предшествующих преждевременную смертность и инвалидизацию населения, для последующего предотвращения их развития. Значит, кто подлежит диспансеризации? Все взрослое население, начиная с 21 года, с шагом в 3 года, то есть 21, 24, 27 и так далее до 99 лет. Все, кто подходит под эту категорию, могут пройти диспансеризацию в Электрогорской городской больнице с понедельника по пятницу. Обращаться в кабинет номер 8, там в кабинете вам дадут все соответствующие указания, заполнят соответствующую документацию, анкету, дадут направление на анализы, которые вы должны пройти, и специалистов, потому что диспансеризации в зависимости от вашего возраста проходят разные виды обследования и анализов. Также группа врачей периодически выезжает на предприятия, расположенные на территории города, где дополнительно еще вакцинируют людей. Для жителей, работающих в Москве или в Электрогорске графиком 5-2, на прохождение диспансеризации специально будет выделен выходной день. 14 ноября 2015 года будет проводиться дополнительная диспансеризация для людей, работающих в Москве и не успевающих пройти диспансеризацию в будние дни. То есть это как бы такая возможность пройти даже у людей, которые, например, не могут отпроситься с работы. На сегодняшний день в городе зафиксирована низкая явка на прохождение диспансеризации. Для тех, кто заботится о своем здоровье, двери больницы открыты в будние дни с 8 утра до 3 часов дня. Управляющая компания Ленком ведет работу по борьбе с должниками. Специально для них скоро даже будут проведены акции. Как не лишиться собственного имущества, смотрите в нашем репортаже. Сотрудники управляющей компании Ленком ежегодно стараются обоюдно решить вопрос с должниками по плате за жилищно-коммунальные услуги. Если вы по каким-то причинам не можете оплачивать кварплату, вам готовы пойти на встречу. Что же для этого необходимо сделать человеку? Ему необходимо явиться в наш офис Карла Маркса 10 юридический отдел и мы ему предложим о заключении соглашения о рассрочке платежа. С каждым собственником в зависимости от задолженности мы разрабатываем график платежей индивидуально, в зависимости от возможностей идем на встречу. Если человек не появился и продолжает не оплачивать задолженность, то сотрудники юридического отдела компании подают на собственника в суд. И таким образом идет процесс взыскания через судебных приставов. Должника заносят в базу. В базе уже, если у него имеются расчетные счета, зарплатная карта, либо это какие-то вклады, все полностью парализуется, накладывается арест и идет списание денежных средств в счет погашения его задолженности. Если у него в базе нет информации по его расчетным счетам, по зарплатным картам, по вкладам, то служба судебных приставов совместно с нашим юридическим отделом выезжает уже на место, в квартиру и описывает имущество для дальнейшего ареста и реализации этого имущества. Чтобы не доводить до подобной ситуации, управляющая компания готова идти на встречу с жителем. В преддверии Нового года для них будет проводиться акция. В декабре она у нас будет работать, эта акция, по списанию полностью пеней. Если человек оплачивает полностью всю сумму своей задолженности, то пение у него списывается. Соответственно, он оплачивает меньшую сумму. К нововведениям относятся не только положительные меры воздействия, но и отрицательные, которые неблагоприятно скажутся на повседневной жизни должников. С организацией, которая профессионально занимается ограничением водоотведения. Что такое водоотведение? Это канализация, специальное оборудование, которое позволяет не попадать в квартиру, ограничивать водоотведение. То есть человек не может пользоваться ни водой, потому что канализации некуда будет деваться. Уже определены 50 человек, первые, на которых будет проведена эта работа по ограничению водоотведения. Они уже все получили уведомления. В избежание негативных последствий задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в ближайшее время каждый может обратиться в управляющую компанию «Ленком» и найти обоюдные решения. С 19 по 26 октября на территории обслуживания ОГИ БДД Межмуниципального отдела МВД России Павла Посадский произошло 38 дорожно-транспортных происшествий. Из них 6 – ДТП с материальным ущербом в городском округе Электрогорск. На территории Московской области с 26 октября по 15 ноября в целях сокращения количества ДТП с участием детей и снижения тяжести их последствий проводится целевое профилактическое мероприятие «Осенние каникулы». Отдел ГИБДД информирует о вступлении в силу с 1 января 2016 года Федерального закона номер 437, предоставляющего гражданам возможность в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении административного штрафа, уплачивать только половину от суммы штрафа. Получить сведения об имеющихся штрафах возможно на официальном сайте госавтоинспекции и портале государственных и муниципальных услуг. О бюджете города, малом и среднем предпринимательстве, а также о многом другом говорили депутаты на 40-м очередном заседании Совета депутатов. Подробнее об этом в нашем сюжете. Первым делом депутаты обсудили бюджет города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. С докладом по этой теме выступил начальник финансово-экономического управления администрации Анастасия Челядник. По доходной части в сумме 707 млн 58 тысяч рублей и по расходной части в сумме 740 млн 751 тысяч рублей. Таким образом, дефицит бюджета составляет 33 млн 693 тысячи рублей, который частично погашается остатком средств по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 15 млн 323 тысячи рублей. По плановому периоду изменений нет. В данном изменении предусмотрены дополнения и изменения в расходную часть, которая представляет собой корректировку в пределах выделенных средств на 2015 год. В том числе по администрации уменьшение на 2 млн 73 тысячи рублей. Уменьшение происходит по муниципальной программе повышения качества управления муниципальными финансами. По учреждениям образования увеличение происходит на 3 млн 190 тысяч рублей. По учреждениям культуры уменьшение происходит на 1 млн 117 тысяч рублей. Из них дом культуры минус 1 млн 500 и детско-юношеская спортивная школа увеличение 383 тысячи рублей. Данная корректировка по учреждениям образования вызвана в связи с изменением значения целевого показателя, который мы должны достигнуть за 2015 год, достижение уровня средней заработной платы педагогических работников 45 тысяч 85 рублей. После ей же была изложена информация об установлении земельного налога на территорию муниципального образования с 1 января 2016 года, а также заслушан доклад о поддержке малого и среднего предпринимательства в городском округе. В продолжении темы Алексей Дорин выступил перед депутатами с вопросом об утверждении положения о порядке реализации с субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования. Данное положение подготовлено в соответствии с федеральным законом 159 о преимущественном праве реализации субъекта малого и среднего предпринимательства преимущественного права на выкуп арендованного имущества. И законы Московской области также положение полностью соответствует федеральному законодательству. Ранее мы применяли только федеральный закон, сейчас еще дополнительно было принято решение подготовить такое положение, чтобы оно было утверждено и мы руководством не только федеральным законом, но и нашим положением. На совещании была заслушана информация о создании муниципального бюджетного учреждения, дорожное хозяйство и благоустройства городского округа, о рассмотрении представления Павла Посадской городской прокуратуры и доклад о присвоении классных чинов главе города и председателю Совета депутатов Электрогорска. В Москве прошел 21-й чемпионат России по парикмахерскому искусству. Мастера Электрогорска в очередной раз приняли в нем участие, а вернулись наши девушки с победой. Подробнее об этом в сюжете Анны Шивалиной и Михаила Шмырева. В выставочном центре Крокус Экспо прошел международный фестиваль «Мир красоты». В рамках фестиваля лучшие российские мастера, прошедшие отборы на региональных конкурсах, приняли участие в 21-м чемпионате России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике. Мастера были очень сильные, потому что до этого, когда на чемпионате по Московской области заняло первое место, то есть на чемпионат России поехали уже мастера сильные. То есть наисильнейшие были мастера со многих городов и, конечно, страшно было. Мастера из Электрогорска Ирины Дрофеевой и Евгения Семыкина соревновались на чемпионате в номинации моделирования и дизайн ногтей «Классический маникюр». И морально было тяжело, и физически, потому что были под камерами, ходили судьи в поле, постоянно были под контролем, ограничения во времени было, как обычно. Шумно было, потому что рядом шли следующие соревнования парикмахерские. Более 30 участников пришлось обойти нашим девушкам и занять места в десятке лучших. По итогам Евгения заняла седьмое место, а мастера ногтевого сервиса Ирина Дрофеева стала первой и забрала свой долгожданный кубок. Я поставила определенную планку, и я до нее дошла. То есть я всегда мечтала участвовать в каких-то конкурсах, и когда я ехала на чемпионат России, меня не устраивало второе место. Ехав на чемпионат, мы в машине ехали, и у меня такое желание было привезти кубок, именно кубок. У меня до этого медали были, серебро, золото, мне хотелось кубок. Я его привезла. Ирина Дрофеева достигла свою цель, но на этом она останавливаться не собирается. Впереди у нее множество планов. В нашей профессии мы люди творческие, самое главное не останавливаться. Мы постоянно должны над собой работать и расти. И с каждым годом появляются всякие новинки. Учиться, повышаться, повышать квалификацию. Интерес к соревнованию подобного уровня растет с каждым годом. Участие в нем дает стимул для развития творческих способностей, повышению мастерства. Из Флоренции в Электрогорск. Таков был маршрут Александра Миронова, который дал концерт гитарной музыке 23 октября в детской школе искусств. Подробности в репортаже Тенгиза Джелли и Дмитрия Морозова. Не имея музыкального образования, Александр Миронов поступил в Череповецкое музыкальное училище. Уже после закончил академию имени Маймонида в Москве. Преподавал в России. Позже переехал в Италию, где жил и работал во Флоренции. А в Электрогорск с концертной программой он приехал по просьбе своего бывшего ученика и товарища Андрея Борисовича Мелечкина. Яркие впечатления именно от того, что его музыка передает именно дух, дух того времени, дух, наверное, композитора, который это создал. И очень часто при слушании его исполнения, именно как он исполняет эту музыку, я просто был под большим впечатлением. Это часто было до слез. Несмотря на то, что Александр продолжает и развивает традиции именно русской семиструнной гитары, жизнь неработа во Флоренции наложили свой отпечаток и предали определенное изящество его исполнению. Имея такой багаж знаний и опыта, наступает момент, когда хочется всем этим поделиться с окружающими. Вернулся в Москву, сейчас открыл свою музыкальную студию и в поисках новых проектов концертных, преподавательских хочу развивать наработанный мною метод, проэкспериментированный и давший неплохие результаты. Хочу применить его здесь, в России. Музыка всегда была источником вдохновения, спасением от плохого настроения, тем, что делает нас сильнее и лучше. Но не каждый может сразу посвятить ей всю свою жизнь и у любого человека свое начало пути в творчестве. Ну, в начале, наверное, так же, как и всех, желание стать в ряду с более известными музыкантами и добиться каких-то собственных высот в деле освоения инструмента. Но со временем, как и во всех областях, наверное, жизни, немножко приоритеты меняются. То есть сейчас уже музыка, она выглядит как способом, ну, скажем это так, в общих словах, познания чего-то более высокого в нашей жизни. Слушая, как множество звуков сливается в прекрасной мелодии, ты понимаешь, вот он, универсальный язык человечества. Так давайте же говорить на нем как можно чаще. В финале Московского областного фестиваля творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах команда девчонок из лицея заняла почетное третье место. В финальном областном этапе выступили 11 лучших команд Московской области. Чтобы попасть на этот этап, каждая команда должна была пройти отбор в своем городе или целом районе, а затем победить на зональном этапе. Высокого результата сумела добиться электрогорская команда девчата, которая ранее получила путевку на финал конкурса, опередив в творческом мастерстве команды восточной зоны Подмосковья. Финал прошел на сцене школы номер 27 города Люберцы. Там встретились самые сильные команды. Жюри фестиваля было очень непросто, ведь каждая новая гид-бригада казалась все интереснее. От этого еще достойнее становится награда, которую заслужили девчата из Электрогорского лицея. Высаженные в городском парке 12 сентября саженцы вишни подготовили к зиме. Как подошли к этому воспитанники театральной студии «Дебют» вы узнаете из нашего сюжета. 12 сентября наш город принимал участие в акции «Наш лес – посади свое дерево». Сегодня, в субботний день, несмотря на то, что это выходной, наши дебютовцы пришли подготовить свои деревья к зиме. 70 саженцев вишни ребята посадили в тот день. Но впереди зима. В таком холоде деревья могут не прижиться. И вот какую работу предстоит выполнить дебютовцам в рамках экологической акции «Мы в ответе». Вишни дерево капризное, поэтому необходимо окопать небольшие такие бордюры вокруг саженцев, чтобы прокопать дренажную траншею, чтобы туда собиралась вода, которая будет сходить во время таяния снега и так далее. И подвязать деревья колышком, чтобы они зимой от снега и ветра не поломались, не попадали, чтобы они пережили зиму. 12 сентября многие не только посадили свое дерево, но и дали обещание впредь ухаживать за ним. Наши активисты слово свое сдержали. Посадить дерево – это только полдела. Нужно еще его вырастить. Это не так, что отстрелялся и ушел. Нужно еще ухаживать за ним, периодически проводить такие экологические акции. Это место станет теперь для нас родным. Это наше, в общем-то, дитя. А как вы знаете, дитя требует ухода, внимания, заботы, любви, и поэтому мы здесь. Данная акция проходила при поддержке главы города и общественной палаты. Всеми необходимыми материалами и инструментами ребята обеспечили предприниматели Денис Семенов и Сергей Булатов. Ребята отлично постарались, но на этом труд не закончен. Как только снег ляжет на землю, воспитанники театральной студии «Дебют» вновь придут проверить свои деревья. В Электрогорске стартовали 11-е городские рождественские образовательные чтения. На них побывала съемочная группа ТВЛ. Когда князь Владимир тысячу лет назад крестил Русь, он был новатором. Сейчас же эта религия традиционна для большинства людей, проживающих в России. Именно этой теме, традиции и инновации, культура, общество, личность посвящены рождественские образовательные чтения. Цель проведения таких мероприятий – это приобщение к духовной жизни наших детей, для того, чтобы мы им говорили также и о человеческих ценностях, духовных, нравственных, учили их добру, пониманию, поддержке и, наверное, самому хорошему, что можно взять от этой жизни. Рождественские образовательные чтения за 11 лет сами стали хорошей и доброй традицией для нашего города. Всех нас порой заедает рутина, которая отвлекает от духовной составляющей жизни. И рождественские чтения призваны напомнить, что есть такие незыблемые понятия, как добро, любовь, человечность. Здесь же, в церковно-приходской школе, проходит благотворительная акция «Рисуй, не болей», где можно приобрести вот такие рисунки детей, а все собранные средства пойдут на благотворительность. Рождественские чтения напоминают нам, что люди, совершая добрые поступки, приобретают высокий человеческий начало. Говоря библейским языком, преображаются духом. А преображенный человек не будет разрушать. Он будет созидать, любить и творить добро. Прошедшие выходные на стадионе имени Классона прошел традиционный турнир. Подробнее об этом в рубрике «Спорт». 25 октября на городском стадионе прошел традиционный турнир памяти Льва Кокарева. Этого человека помнят многие спортсмены. Для них Лев Валентинович был великим человеком. Отрадно то, что его дело продолжается, не остановилось. Есть его воспитанники в нашей команде, тех, в кого он вложил душ, труд, время. И поэтому нам всегда, еще раз говорю, приятно в этот день собраться и отдать дань уважения и вспомнить хорошим словом. В этот день на поле встретились четыре команды Электрогорска. «Вымпел», «Дюзш», «Эколаб» и «Электрогорск. Боевое братство». Кубы хотели получить все, но победителем должна была стать лишь одна команда. Не обошлось и без травм. Игрок команды «Эколаб» в финальном матче за первое место не смог продолжить игру из-за растяжения. Но по итогу этой нелегкой борьбы победу одержала команда «Вымпел». Молодежь подросла, игра изрела, поэтому в этой паре фаворитам не отдашь предпочтение прямо, скажем, «Вымпел» или «Эколабу». Поэтому была равная игра с обоюдными шансами, но «Вымпел» подтвердил свой класс и вывел кубы. Второе место заняла команда «Эколаб», третья – команда «Электрогорск. Боевое братство». А я с вами прощаюсь. До встречи на ТВЛ.